Очень мало выходных, а если выходные, то это значит, что я сижу с детьми, то есть тоже не разбежишься по свободному времени. Поэтому сармат-могиль делать очень мало времени. Но надеюсь, что основные материалы есть. Вот три бочки, ну я еще четвертая есть запасная, ну вот трех вроде хватает с прицепом, самый нормуль. Ну, железо всякое есть, уголки, профиль. Сварочник соседский привезли, то есть тоже есть. И очень крутую краску купил с грунтом, ну там с этими сотвердителями. То есть держаться будет как на японском тракторе. Сейчас просто прикидываю, как оно в целом будет смотреться издалека и со стороны. Нужно ли это обвернуть сотовым поликарбонатом или так красить. Просто если оборачивать сотовым поликарбонатом, вроде поверхность становится такой равномерной, но менее натуральной, менее похожей на ракету. С одной стороны, с другой стороны, визуальная составляющая лучше, в том смысле, что буквы лучше видны. Ну, смотрю, как оно еще с машиной смотрится вместе. Сейчас сделал прикидочку, если сзади вот такую тяжеленную железную штуку прикрутить и покрасить, будет выглядеть эпично. А, да, и самый у меня непонятный пока вопрос, это острие. Как его сделать? Ну, для того, чтобы было еще больше похоже на ракету, ну, классическую. Можно, конечно, и так оставить. Саморезики на болты заменить будет, вроде красиво. Если оно будет с оранжевым все цветом, нормуль. Но будет для кого-то немножко не похоже. Возможно, что все-таки острие надо, но не знаю, с чего сделать. Чтобы такого готового найти. Ульяна, есть идеи? Или Любава, есть идеи? Пишите идеи в комментариях. Надеюсь, к следующему видеоотчету сделаю. И запустим наш Сармат-мобиль в дело. А дело у нас большое. Освободить отечество от оккупации врагом.